добрый вечер что готовы к разбору полета да да добрый вечер начну сразу с нападения а потом по душам поговорим мы тут с блогерами с крупными блогерами с большим количеством крупных блогеров решили сделать очень хороший розыгрыш виде подарков денежки подарить телефон подарить и понеслась душа в рай сплошной сейчас подождите полет только начался и пошло под последним постом где меня мой муж валера держит за руку где в красных труселях стою спиной добрый вечер солнышке сейчас начало разбор потом по душам поговорим кнут потом пряники началось сейчас марина у всех блогеров одно и то же у всех один аккаунт для розыгрышей обман значит а теперь назарова 26 или извинись сейчас же или я пойду с этим в суд да я возьму тебя денег за то что ты себе позволила это написать мой адрес и ручка поможет дайка назарова я жду извинений я говорила я буду делать разбор полета и прилюдную порку я не потерплю в свой адрес такого обращения отношения назарова 26 или принесла извинения отписалась я не хочу таких людей видеть среди подписчиков назарова 26 обман обман это значит вы меня обвиняете в мошенничестве значит я обманула в чем что вы мне дали что вы мне дали что вы мне назвали обманщицы вы мне денег дали вы мне фрукты дали вы мне овощи дали вы ну что вы мне дали что я у вас дела что вы меня назвали обманщицы а я блогерам сказал говорю девчонки извините я пошла делать разбор полета вы как хотите я говорю я не потерплю на своей странице вот этого дерьмо назарова 26 еще раз я тебе сейчас напишу следующая умная птица разорву говорю я за за свою чистоплотность блин рот могу порвать сама себе не люблю я такое отношение в свой адрес потому что делаешь людям розыгрыш свое тупо бабло даришь просто так за то что вы есть за то что вы внимание делаете за то что вы живете вместе с нами за то что вы наблюдаете за нами за то что вы с нами обсуждать во назарова кто сказал что это обман вот прям или извинись или попрощаемся с тобой навсегда потому что я не терплю на своей странице подобное обращение в свой адрес не свой адрес не в адрес блогеров с которыми работаю мы с девочками работаем да мы зарабатываем там на рекламах, но все, что мы делаем, гивеи, розыгрыши, просто так, подарки, давайте там переведу 2000 рублей, мы это делаем за свой, исключительно за свой счет, исключительно со своей карты, со своего кармана, мы складываем суммы и делаем для вас эти розыгрыши, просто так, бесплатно, это не телевидение, где можно там ждать неделю розыгрыш и подарок уйдет, причем запись посмотреть и подарок уйдет куда-нибудь знакомым и друзьям. Это лайф, это инстаграм, тут не надо ничего ждать, тут взял, участие принял, получил, все, в чем проблема? Что случилось под последним постом, там, где у меня идет розыгрыш, Назарова, видимо, боится уже извиниться. Да, я всегда, я говорю, я всегда за свою чистоплотность буду бороться, потому что я не буду терпеть, типа, проигнорируй или не оправдывайся, нет, я не оправдываюсь, я всегда отстаиваю свою позицию, и там, где я права, я не буду сидеть, молчать, хавать и делать вид, что ничего не произошло. Это мамина бусинка. Ни хера, ни хер с ней. Я не терплю, нет. Ну, человек позволил себе нас обманщиками назвать? Пусть извинится, почему бы нет, я вот, там еще такие есть комменты, сейчас подождите, доберусь. Я не переживаю, поверьте. От меня переживаний вы дождетесь только в хорошем смысле, это тот видеоролик утром, который я 10 раз записывала и не смогла без эмоций записать. Морковка. Морковка. О, морковка. Сейчас посмотрю, извинилась уже, да? Сейчас посмотрим. Насчет, что я чему, я уже вам говорила. Сейчас, секунду. Да, тетя, сейчас я в прямом эфире. Я ненадолго, сейчас я... Да, ага. Назарова, спасибо, что извинились. Это не вопрос был. Это была претензия. То есть вы... Это обман. Не обман. Если я написала, блогеры, представьте, очень много крупных блогеров пишут один текст. Потому что мы его готовим к одному розыгрышу, к одному конкурсу. Эти тексты должны быть... Хочу мою чайку. Ты что мою ложку забрала с моей сгущенкой? Хочу мою чайку. Я буду заедать. Заедать буду с гущенкой вареной. Хочу чайку. Вот Берри Манкин. Назарова, извиняю. Спасибо за извинения. За то, что услышали. Девочки залетные, которые только что случайно залетели в мой эфир. Новички, я вас предупреждаю. Я каждый эфир предупреждаю новеньких. Будете в мой адрес говно говорить. Завтра не удивляйтесь, что у вас ногу кто-нибудь сломал. Или у вас случайно вы упали, был перелом. Или что у вас понос был 3 дня, потом мгновенная смерть. Или что у вас кто-то заболел рядом. Не удивляйтесь, потому что если вы кидаете в мой адрес дерьмо, оно вам очень быстро в течение суток бумерангом вернется. И потом не надо меня в это винить. Это все вы сделали. Это все ваше отражение. Умею я так делать. Понимаете? Умею. Вот поэтому я вас умоляю, не надо в мой адрес дерьмо лить. Я думаю, другие блогеры меня поддержат. Бокшай и Мамете, да. У меня это правило бумеранга в жизни работает очень быстро. Поэтому берегите свое здоровье. Не надо на меня лить грязь. Вот сгущенка калорийная. Вот буду заедать горе-горькое. Да, конечно. Конечно? Ты куда часть-то сгущенку? Зай, Кися, мать такое пить не сможет. Ир, дай мне свой чай. Свой, ну. Круговорот чая в семье. А мне какой? А это что у тебя такое? Это с ягодой. Не, можешь мне просто черный сделать? Не, ладно. Спасибо, солнышки. И не только блогеры. Я почему про блогеров девчат говорю? Вот чувствуете, голос меняется. Я почему про блогеров говорю? Потому что блогеры часто в адрес выслушивают многое. Ведь если вы посмотрите, задумайтесь, да? Зай, у меня энергия с перебором. Поверь, прям с переборищем. Прям фонтанирует. Я уже жду, когда марафон начнется, потому что я уже на завтра даже жду тренировку, потому что у меня эту энергию уже все. Аж с запасом. Вчера еще затмение луны фантастическое какое-то было. О, да, круговой чай в семье. Они нервничают, господи. Мама, я хочу чай не сладкий. Он у тебя настолько будет сладкий, Верочка, что сгущенка нам пресной покажется. Вот, что ж я, господи. А, вот, насчет блогеров. Нет, гадости всем пишут. Ведь если взять, например, раньше какая история была? Все эфиры там, телевидение, все остальное, все записи, записи. Да. До 16 затмения, да. Все записи были. И, в принципе, у людей не было возможности дать обратную связь с телевидением. Все только слушали, могли смотреть в телевизор. Все, у них не было никакого контакта. Могли только в семье там что-то, какие-то моменты обсудить. А тут получается, теленок поносит. Нет, это уже не моя история. Вот, а тут получается, что дали возможность разговаривать с блогерами, крупными блогерами, где активность выше, чем на телевидении. Потому что блогера-миллионника от миллионника в неделю просматривает больше 20 миллионов человек. Спасибо, мой цветочек. Вот, и разумеется, в адрес блогеров уже идет другая информация. То, что кто-то в сердце носил еще что-то, не дослушал, не хотел дослушать. Есть всегда обратная связь. Можно написать, можно высказать, можно в директ написать, можно в прямом эфире написать, можно под постом написать. Соседи, привет, Фрязина. Я в Королеве живу, кто забыл. Вот, поэтому сейчас, конечно, есть такая возможность общаться. Таней, ты домой приехала, все, никак не переоденусь. А в лифчике сидеть как-то мне неприлично в прямом эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот, спасибо. Это, сами с усами делаю маникюр. Некогда мне ездить, вот сама себе бахаю. Вот, поэтому появилась такая возможность общаться. И я прекрасно понимаю, что хочется теперь высказаться. Но прежде чем высказывать, там, не годова, не еще. Ой, Семина, привет. Так быстро лента летит, а своих все равно вижу. Даже из среди пяти тысяч марафонцев узнаю. Да, я чай пью со сгущенкой. 23 октября я родилась в 81 году. Васька, еще и сгущенку вареную ем. Заедаю этот самый. Переживание. Негодование. У меня просто буквально негодование. Потому что почему я с Лерой не общаюсь? У меня пост посвящен этой женщине есть, где в желтом свитере. Зайдите, почитайте. Я вас умоляю, найдите полторы минуты времени. Я на этот пост час нашла времени, чтобы его написать. Поэтому зайдите, почитайте. под желтой кофтой. Зайдите на мою страничку, пост про Букину есть на страничке, под фото, где в желтой кофте. Если снится сон, что я постоянно теряюсь во сне и не могу найти выход. В чем это связано? А у вас в жизни что происходит? Мама, что-то у меня устала этот чай пить. Нет, сама теперь этот чай пей. Я не буду твой чай пить. Нормально такая поменять? Намолотила туда чего-то? Нет, мама, его больше нужно вылить и потом помыть. Ты туда полбанки сгушенки засадила, теперь его надо вылить. Пей. Ой, дети, дети, а. Ага, что-то я поразил. Йога в гамаках полезна, но если вы гипертоник, то надо очень аккуратно начинать. Поначалу перевернутые асаны в гамаках поменьше и чувствуйте свое тело, надо слышать себя обязательно. потому что я не знаю, как ваше тело поведет себя. Я в Украине не жила, ребят, я в Новороссийске родилась, это юг России, там где Анапа, кто не знает, между Геленджиком и Анапой. Солнышки, я на самом деле, я поняла, что мама, это очень болезненная тема, и в марафоне у меня будет посвящен отдельный прямой эфир по психологии на тему мама, потому что есть там некоторые инструменты по переработке обид, я так поняла, у многих девочек, у женщин, девушек, есть обиды на маму, и с этим очень тяжело жить. И эти обиды переносят на своих детей, они их не могут любить, не могут их обнимать, не могут им уделить внимание, как хотелось бы. Я очень много сообщений читаю, я очень много с кем общаюсь. Да, добрый вечер, поэтому в марафоне обязательно у меня будут эфиры по психологии каждую среду, пятницу и воскресенье. Я напишу, какой солнышке марафон, зайдите на мою страничку, и предпоследняя фотография, где на желтом, таком оранжевом фоне в очках стою, там вся информация по марафону, завтра у меня я вареночке что-то, блин, год, наверное, не покупала вареную сгущенку, тут что-то решила. Я помню, когда я была маленькая, мы с сестрой решили сварить сгущенку на кухне, мама пришла, она потом потолок отмывала очень долго, мы же не знали, что она взорваться может? И как она дала эту сгущенку, и разлетелась она по всей кухне. Слава Богу, сейчас вареную продают, потому что я, наверное, до сих пор бы такую же ошибку сделала, как раз. Что, правда? Правда, Ира? Йога не только от депрессии спасает. Медитацией занимаюсь, но не в группах. Вот, свекровь. Юльчик, привет, Питер. Все так варили, да? Кто так варил сгущенку, тот я, это точно. Краснодар, привет. Ну, мне же надо знать, почему вам врач прописал препарат эти. Про отца тоже обязательно будет тема, причем, так, я говорю, я стрессы заедаю. Меня просто злила меня последняя, последний пост. Я тут розыгрыш, ну, сейчас буду деньги переводить, подарки давать, а меня, причем я буду это искренне делать с любовью, и все равно меня прям подбесили. Это обман. У всех блогеров одно сообщение, один пост. Не, а что все блогеры должны все разное писать. Все участвуют в одном розыгрыше, но все все разное должны писать. Блин, мой коммент не видели, блин, не видели, но прочитали. Калининград, привет, Минск тоже, Татарстан. Обязательно, девочки, смотрите, у нас будут темы разбиты. Я прям напишу на весь месяц темы. Постараюсь в субботу или в воскресенье сделать пост, разбить темы. Среда будет у нас обиды на маму, переработка, потом, например, пятница у нас будет дети, как забеременеть, почему не наступает беременность. Воскресенье у меня, например, будет пост, ну, я вам примерно так объясняю, как это будет не пост, а тема. Обиды на папу, конфликты с папой. Следующая среда будет внутриличностные конфликты, как их переработать. Пятница будет, как притянуть к себе деньги, как сделать так, чтобы у вас был открыт финансовый поток, потому что это целая переработка. Да, зайка. Потом маленькие дети, нервные привычки, нервные тейки, болезни у маленьких детей. И что происходит? Да я сейчас и сам покидыву с удовольствием. Я же говорю, я не пью уже две недели. Я практически готова уже самоубийством покончить и дритма дрит. Я уже две недели без вина живу, без коньяка, без ничего, с чаем. Чай, кофе, мой напиток. Я себя вообще чувствую просто каким-то непонятным человеком. Я все время хожу трезвая, постоянно хожу трезвая. Вот, а хочется же выпить, понимаете? А я себе решила сделать, как сказать, ну просто решила, сколько там сказали, 20 дней, 20 дней, да, выходят из организма это, спиртные токсины. Вот я решила проверить, работает это или нет. У меня на вторые сутки было ощущение, что из меня вообще все токсины вышли. Вот такую я выбираю сгущенку. Милава. Очень вкусная. Фото надо очень ответить. Фото в марафон по желанию. Если вы хотите приз получить, да, 21 день. Васька, нахерачусь. В следующую субботу у нас девичник собирается. Будем с Маечкой адвоката. У нас там такая компания, будут психологи, слет психологов будет. НСТС, я не помню, я то ли во втором, то ли в третьем сезоне. Девчат, если еще не видели, значит нет. У меня там целая неделя съемок, поэтому целая неделя будет со мной на СТС. Головомойка будет вообще нормальная. Я вам знаете, что скажу, что я сейчас делаю, когда вышла в эфир. Если во мне накипело, и я захотела высказать, вот прям запоминайте это правило, я захотела высказать, я в себе не сдержала, я отдала этого человеку, он стойко выдержал, и вот эта энергия ненужная, которая появилась во мне за минуту, она ушла в никуда. Но если бы я промолчала, схавала, а я должна терпеть, это нормально, знаете, что происходит? Энергия ушла, остановилась, и вернулась обратно. Это называется саморазрушение. Поэтому если вдруг, да, солнышки, скоро на эстетии, если вдруг у вас произошла ситуация, не бойтесь, разумеется, тарелки кидать, кинжалы метать, это неправильно, но высказать свое недомогание, негодование, свое какое-то мнение обязательно нужно. И не важно, свекровь перед тобой стоит, папа перед тобой, которого ты безумно боишься, стоит, муж, никогда не молчите. Хочешь сказать, отправь эту информацию ему. Нет, у Малахова не снималась, в понедельник, в прошлый понедельник должна была быть съемка, но мне было очень хреново. Социальная психология? А у меня же не только социальная психология. Ну, может, сайт, я не знаю просто этот сайт, надо посмотреть, что это за сайт, что вы рекомендуете, может, это еще и разрушающая психология, любую психику сайт. Да, солнышки, про Букину уже сказала, зайдите, есть пост, где я в желтой кофточке, он относительно недалеко на моей странице. Зая, ну, что вы такие невнимательные, а? Я же специально его написала, нашла целый час времени, чтобы его написать. Вот, недалеко листаем, и в желтом свитере, вот под этим постом, цветочки, зайдите, почитайте, ну, все ответы там. Леночка Краснодар, привет. А энергия денег, вы даже не знаете, откуда начало. О, там и стойки такие, вы даже не подозреваете, где копать. Вешу 54, 53, 54. Так, а розыгрыш у нас, сейчас. Нет, у нас про грудь будет только в феврале. Да, мы с мая месяца с Лерой не работаем. Прошлого года. С мая месяца прошлого года. Вы до сих пор, где Букин? Я уже пост даже ей написала. А вы все, где Букин? Ну, что вы такие невнимательные девушки? Ну, подпишитесь вы на меня, следите за мной. Может, что нового узнаете. Брянск, привет. Ой, китрит, смотри. Он написал, я хочу тебя взять. Спасибо, солнышки. Эфир виснет, не знаю, вроде как интернет хороший. Сейчас, солнышки, подождите розыгрыш, а то так я с вами правда заболтаюсь и про розыгрыш забуду. Ой. Думаю, можешь завтра в прямом эфире разыграть. Ну, чтобы по-честному это было. Любите же обвинять? 162 сантиметра у меня рост. Нет, не сахар, солнышки, хуже, сгущенку вареную я ем. Говорю, стрессы заедаю. Стрессы? Сплошные стрессы. У меня завтра будет тренировка утром в 11 утра, девочки. Я вот это все, что съела, у меня за 10 минут сгорит. Понимаете, в топки все, туда все в топку. Уже на сухарики поглядываю, может сухари налупить на ночь глядя. Так что ты ждешь? Давай со мной. О, меня дочь, гляньте, провоцирует на сухарики. Да, у меня маленький рост, но у меня, знаете, из-за того, что у меня ноги относительно длинные, относительно тело, да еще плюс. 39 размер ноги. Я вам сейчас прямо в прямом эфире покажу, что это такое. Рост 162 сантиметра. Смотрите, что значит еще большой размер ноги. Ну-то при моем-то росте. Зай, ну что-то вот это шило, шило, блин. Солнышки, смотрите, что значит длинные ноги и большой размер ноги. Солнышко. Дочь моя, отойди, солнышко. Так куда ж ты, дай мать объяснить. Ты моя зайчка такая. Эй, поцелуй, дай. Смотрите, жаль, у меня просто только дети рядом. Кто бы стоял повыше, хотя бы метр семьдесят, было бы проще объяснить. То, что девочки, которые стоят со мной на 10 сантиметров выше, у них ноги начинаются или как у меня, или ниже. А если еще к ногам добавить, смотрите, 39 размер ноги. Оп. Представляете, когда я вам делаю фотографии и стою на носочках. Вот. Ноги еще длиннее. Нужно 39 размер ноги с моим ростом. Понимаете, да, как легко рост менять. Да, Верочка, идите у меня поцелуй-ка маленькая. Я почти с тебя ростом. Ну ты да. Ну, короче, у меня так, устойчивый размер ноги. Устойчивый. И меня мастю, ангел. Ты влюбишь всех туда? Нет. Ты такой ангел, мой лики, господи. А как мамка, блин. Конечно, общается с Маришкой. Просто у меня сейчас режим такой этот, веселенький. У меня же Валера только послезавтра, в субботу уж прилетит. Его не было 10 дней, и у меня... ошибку пишет. Выйдите, зайдите из инстаграма. Ну просто, как, перезагрузите его. Вот, сто семьдесят, рост сто семьдесят два, размер ноги, как у меня. Я же, я же говорю, я маленькая ростом, а размер ноги, блин, тридцать девять. Спасибо, солнышки. Пусть-ка. Посоветуйте при остром Хандрусе. При остром Найогу вам. Нет, я не видела, что пишут про Шумакову. Я знаю, что у нее закрыта страница, ее заблокировали. Вот, и Арину я очень люблю, уважаю, мне очень нравится ее посты читать. И что сейчас происходит, я пока не в курсе, ребят. Потому что у меня, ну, я в сути постоянно. Я глаза утром открыла, детей в школу развезла, прискакала, Веру собрала, уехала на учебу, примчала домой. Одно, другое. Это хорошо, у меня сейчас помощница еще оставалась. Валера и нет, до десять, ну, на десять не улетел. Кушать приготовь, завтра опять все это суета. Сама еще учусь. Вечно студент, блин. Что-то под столом она спряталась. А я все жру, да, заедаю, стрессы заедаю. Я думаю, розыгрыш завтра прямом эфире сделаю. Чтобы все по-честному, чтобы у меня не было ни одного коммента, чтобы вовчинка тут подставлять. МРТ лучше всего делает, вы знаете, есть МРТ при МГУ. Натренируем запястье, завтра покажу как. Солнышке завтра в 11, а я сплю просто мало. Завтра в 11.00 утра будет тренировка, кардиосиловая тренировка со мной в прямом эфире. Берем швабру, берем две бутылки вместо гантели, если есть гантели, по два килограмма гантели. Почему дети не спят? Потому что время еще десяти даже нет. Берем гантели по два килограмма или бутылки-полторашки с водой, берем стул и берем игрушку, мешутку или подушечку. Все, больше ничего. Будем с этим тренироваться дома в домашних условиях. Завтра в 11.00 прямой эфир. Будем тренироваться, а потом проведу прямой эфир по розыгрышу. О, правильно. Алкаша можно в марафон. Будем юложить с вами. Коньячка дернули. Обалдеть, бабульки 90-е жива. У меня бабульки все были... У меня вообще в семье не было женщин с большим размером ноги. Тая какая-то такая получилась. Как бросить курить? Да не бросайте, господи. Ну тихо поврете, что теперь переживать. Такой естественный отбор. Вот добрый психолог, да? Девочки, надо же разобраться, почему вы курите. Большой пациент вероятности, что вас от груди... А что записано? Не холодильник, нет? А нет. Что вас от груди оторвали при рождении. Вот родили, все, и оторвали. Очень часто бывает это для ребенка, как травма. Это кажется незаметно. Это же маленький кулечек, это же маленький ребенок, что он там может? А травма уже была. Вот это... Не курите все. Но для многих это непросто. Также и бывает еще, когда начинают курить, когда не было во время сепарации от мамы. Да, приветики. Вообще, я не знаю, это надо отдельно с вами говорить, когда вы начали курить, что послужило причиной того, что вы начали курить. Понимаете? Не просто так. Это кажется просто так. Нет, не просто так. Почему в одной компании тусуются люди, одни курят, другие не курят? А компания-то одна. Но одни курят, а другие не курят. Нет, у Ирочки 37 размер ноги. Чуть больше. У подруги больше двух лет не проходит аллергия, а вам анализ ничего не даст. У нее это называется сдержанная агрессия. Что у вашей подруги в жизни происходит? Если она сидит в себе, копит всю эту энергию, ее все раздражает, она иногда вам только говорит, муж там поздно вернулся, или с мамой поругалась, а вы представляете, сколько в ней кипит. И вот пока она будет себе эту агрессию держать, у нее будет аллергия. Научиться надо выбрасывать. Если она не может, вот как я сейчас вышла в эфир, нахрена мне это дерьмо в себе держать? Я вышла и сказала, как я думаю. То есть, ну, собственно, это нормально. Я живу человеку, у меня есть эмоции, я их испытываю. Конечно, я не могу их держать себе и все время ходить с маской шизофреника. Но это неправильно будет. Вот какая есть, такая есть. Да, пупсики? Ир, включи душу. Иди в душ, зайка. Иди в душ. Нет, я пошел лучше воды. Воды, в ванной? Нет, постой. А, Ир, дай. Вот, и разумеется, если... Моя любимая актриса... Ой, много у меня актрис, любимых. Я раньше настолько киноманка была, сейчас времени, к сожалению, мало. Могут сгладить, не то слово. Могут так на вас посмотреть. Мало того, что ногу поломают. Чем месяц будете лежать, не знаю, от чего болеете. Ага. У мужа зависимость и дочка годик. А до этого, вы знали, что у него зависимость? Вот. Если у вашей подруги все время она в себе это держит, эту энергию, копит, копит, она же как-то должна выйти. Очень часто эпилепсики, это тоже отражение сдержанной агрессии. Это, как там, псориаз, аллергия. Все, что касается кожи, это такое яркое проявление на коже. Это все сдержанная агрессия. И как-то ей выйти надо. Но она же не может вас... Это, знаете, как взять пакет, положить туда яблоко, через день положить еще яблоко, потом еще одно яблоко, через месяц сколько там будет яблок. И те яблоки, которые были внизу, начнут гнить, 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 вонять, подгнивать. И другие яблоки за ними начинают гнить. И вроде хорошие, вкусные яблоки, они превращаются во что? В вонючее гнилье. А куда это деть? А от вас уже все, понимаете, уже фонит за километр. А вы все в себе держите. Держите, держите. Зачем вы это держите? Во-первых, фитнес – это самый легкий способ избавиться от лишней агрессии. Даже если вы ненавидите спорт, найдите себе привычку. Встали в душ, не в ванну, нужна проточная вода. Зашли в душ, включили воду, и стоит там, пой, ори песню любую. Миллион, миллион, миллион. Прям ори ее. Только пофигу, кто рядом, если честно. А вот пой песню громко, чтобы выбросить эту энергию из себя. Через звук, через голос. Да еще при этом душ идет, когда хорошо. Хорошо бы, чтобы это все и вымывало с вас. Девушка с порванными связками. У врача были связки порванные, но они просто так, если вы их оставите и будете ждать, когда они там заживут, то это очень долгий процесс. Голод может пройти. Я же вам говорю, у ребенка топический дерматит. Нет таких показателей. У моих, знаете, сколько был дерматит? Потому что, что происходит? Причем я не та мама, которая все время будет затыкать, там еще что-то. Но если вдруг, я просто в доме, мне поэтому легче. Я могу и на улицу выйти, и прокричать. Знаете, в это в поле сяду, ну там что-нибудь такое. Блядь, то неприятно. Что там? Дочь моя, мамка тебя учила. Это неприятность? Мы переживем. И пошире. Сейчас про опухоль в груди расскажу. У ребенка топический дерматит. Если вы привыкли своего ребенка постоянно дергать, нет, игнорировать энергетических вампиров сложно, там отдельная техника. Если вы постоянно ребенка, он растет, он издает звук, он же хочет о себе заявить, он начинает разговаривать, плакать, кричать, бегать. Ну вообще проявлять себя. А ему начинает. Сначала мама. Тихо, тихо, не бегай, тихо, тихо. Со спиралью ежить можно, нельзя делать вакуум. Тише, хватит, не шуми, не кричи там. Обед 12-13 дня, а вы ему соседи там, это самое, разбудим, еще что-нибудь кому-то помешают. Потом ребенок дома, все время его затыкают, потом его к бабушке отправляют в гости, на выходные бабушка тоже, вместо того, чтобы объяснить, что делать можно, что нельзя. Она ему то едой, еду все время в рот пичкает, потому что, ну, ребенка надо чем-то занять, и она считает, что если он как-то недоволен, значит, он есть хочет. Все время чем-нибудь кормит, кормит потом. Не шуми, Ванечка, не шуми, не кричи. Какой невоспитанный ребенок. Ну что ж ты кричишь? А вот у меня, Анечка, твоя мама, такой тихий ребенок была, никогда не шумела. И да вот это ляс и тряс и по ушам ребенку ездит. Ребенок опять заткнулся. Приходит ребенок в сад. В саду начинает, хватит бегать, не шуметь, все роз закрыли, иди им, хватит бегать, всем спать. Спать хочешь, не хочешь, неважно. Потом всех разбудили, а ну не шуметь, не кричать. Вышли уже на улицу, побегать, поиграть, а вы ребенку опять. Ваня, не кричи, куда ты на горку полез? А ну не шуми, упадешь, а ну... Понимаете, в каком состоянии ребенок растет, все время находится в состоянии стресса, и у него накапливается агрессия, а он ее никуда не может деть, абсолютно никуда. И даже если он идет на детскую площадку, побегать, немножко выбросить своей дерьмовой энергией, которая накопилась заведеть, его там берут и останавливают. Ванечка, не бегай, на тебе же штаны, дольщика Банны, которые я купила за 20 тысяч рублей. Мать, ты дура, зачем ты ему эти штаны напянила, чтобы он бегать не мог? Ну тогда не удивляйся, почему у тебя ребенок истеричный, не удивляйся, что он орет, что он весь в аллергии, что он привлекает внимание к себе, когда кошку бьет, потому что он не может по-другому, ты его не слышишь по-другому. Сами же это делаете, девочки, поэтому обратите внимание, дашь ребенку проораться днем хоть раз нормально, побегать, быть ребенком, как мы были, мы бегали, казаки-разбойники у нас были, на море бегали, там весь день плескались, кричали, у кого речка, у кого озеро рядом, у кого велосипеды, но мы общались, а теперь же все начинают по соц. какому-то соображению выбирать друзей своих детей, причем я так заметила, что очень часто мамы вообще не спешат своих детей с кем-то знакомить, они как-то ограничены. Вот мы пришли в гости, все там сели, очень порядочные, все рассказывают о том, как у них дети по театрам ходят, книжки весь день читают, тихо, скромно, а ребенок сидит весь в соплях, весь в аллергии, потому что там столько энергии, ее деть некуда, а ее взяли и запечатали. Потом начинается что? Ну то, что вы хотели. Ой, у ребенка случайно что-то произошло, у него эпилепсия почему-то. Ой, у ребенка что-то с сердцем произошла, проблема какая-то. У ребенка родился здоровым, у него какие-то травмы появились внутричерепные. А из-за чего? Потому что ребенок все, из тела в голову убежал. Вы сами это сделали? Зачем ему развиваться? Вы сами его отправили в эту голову. И он там закопался, все, голова не выдержала, компьютер немножечко устал. Это то, что касается детей. Вот, насчет грудь, зона чувств. В крайнем конкурсе можно несколько раз, да, но не крайнем, а последнем. Это что за, что за, что это? Это от яйца. Прикольно. Ребят, что у вас за паника к слову крайний? Есть в русском словаре и крайний, и последний. Крайний это до последнего. Понимаете, не сбивайтесь пантологии. Вот парашютисты, что ли, пилоты, откуда у вас такие замашки? У нас, куда ни плюнь, на парашютиста, блин, попадешь. У всех все крайнее. Я уже в марафоне, вот иногда, даже глумлю, говорю, и по последний, вправо шаг, влево, для парашютистов, этих самых, как валангистов, по крайнему подходу, хотя, ну, это бред полный. Насчет груди. Воспаление в груди, онкология, что там еще у нас? Все, что касается вообще груди. Это зона чувств. Если вы не смогли пережить какие-либо переживания, душевные, расставания со своим любимым, с мужем, он вас предал, он ушел к другой и оставил вас несчастную одну. И он, причем, очень честно и правдиво это сказал, не так исчез незаменно, просто бесследно. А почему сказал, все, капец, разводимся, я ухожу к другой. А вы это не смогли пережить, вы его не отпустили. А у него уже там семья, а вы все равно, он меня бредал. А я же его так любила, я же ему лучшие годы своей жизни отдала. Да как он посмел, он меня бросил. И начинайте вот в себе это все держать. Это зона чувств. И вы же, вместо того, чтобы жить дальше, отпустить уже этого чувака и жить дальше, вы что делаете? Вы начинаете заниматься самоуничтожением. Вы не перевариваете эту информацию. У вас эгоизм в этот момент зашкаливает так, что вы готовы себя до гробовой доски загнать, лишь бы на вас обратили внимание. И поэтому, когда ко мне обращаются с онкопроблемами, я говорю, вы хотите, чтобы я вас пожалела или вы хотите проработать свои моменты и проблемы, где вы не смогли. Если пожалела, то не ко мне. Одно дело, когда при рождении онкология, но там вопросы к маме, к маме и к папе, что там в родовой. Если вы взрослая женщина и у вас это произошло, 99% случаев это доведение себя до этого состояния. Редко бывает другая причина. Доведение. Сами себя довели. Вы отказались от жизни, от всего, и пока вас жизнь сама не приведет в постель, в больницу, на койку больничную, пока вы не посмотрите своей жизни, вернее, смерти в глаза, вы же не начнете жизнь осмысливать по-другому. Вы же так и будете в образе жертвы жить, тянуть одеяло на себя, какая вы бедная, несчастная. Вы уже 15 лет вместе не живете, понимаете? Вы же на детей своих забили, они сами как-то выросли. Что можно? Можно так? Так можно. Один. Хорошо? Вы уже на детей своих забили, вам как они выросли тоже неважно. У них там тоже болячки были, вы не заметили, потому что они пытались тоже сигнализировать. Мам, обрати на нас внимание. Ну, вам не до этого, у вас же там чувства, вам же главное, чтобы вас пожалели, чтобы вам кто-то пришел, чтобы он пришел на поклон и сказал, извини, любимая, не туда я присунул, не хотел, так уж получилось, но я пойду дальше присуну. Вот этого хоть ждете, я не пойму. Мы живем в обычном реальном мире. Не летайте в облаках. Жена беременна, врачи сказали, матка в тонусе. И что? Да у меня всю беременность матка в тонусе. Это нормально, это мышца матка. Поставили, как там эти, не-не-не, свечи, как там нам их давали, свечи ставить, господи, чтобы расслабить, убрать тонус, свечи как-то, гипоферон, не, сейчас инсайд произойдет, вспомню название, свечи, если, папаверин, да, свечи папаверина, вот, чтобы снять тонус. А вообще здесь ничего страшного нет, ну, перегуляла чуть-чуть, переходила, дайте отдохнуть, мятный чай ей сделать, в конце концов, пусть полежит, релакс поймает, музыку, да, папаверин, я же говорю, музыку послушает, успокоительную, все, это тонус у всех беременных женщин, это нормально, в нашей стране почему-то считают, что это какая-то страшная вещь произошла, ничего там страшного не происходит, а ребенок начинает переворачиваться, дергаться, конечно, тонус, вы даже не представляете, что происходит на 7-8 месяце, когда ребенок очень активный, там такая революция, там не только тонус, особенно если ребенок крупный, вот это переворачивается, ногой в ребра, другой в желудок, а рукой, головой где-нибудь там, вниз, в мочевую пузырь, да твою ж ты, фараон на душу, ну а что ж ты делаешь? Мам, ну легче смотреть мультики. Пупок покажи, что-то у вас странная просьба какая-то, давай уже физики попросим показать, шея боли. Да конечно, господи, это ерунда, это тонус, не по кутию. В Европе нет, я говорю, это только в нашей стране, для чего он этот диагноз, я понятия не имею. Как не орать на детей? А что на них орать, господи, глухие не услышат все равно. Надо что-то сказать, подойди, скажи. А нож по-то на хрена, а вы что? Как объяснить свекрови, что не нужно постоянно тыкать дочке в то, что она плохо говорит? А вот ваша свекровь, это делать зря, то, что она глупенькая, еще что-то. Она сама вашу дочь программирует. Мало того программирует, а ведь ваш ребенок таким и будет. Я же в прошлом эфире, помните, читала, когда девушка там, ее мать называла всяко разной, безобразно, кривой. У нее же там на самом деле все было плохо по женскому здоровью. Девчонке 20 лет. А потом удивляемся, почему так происходит. Пожалуйста, мои хорошие, завтра будет фитнес в 11 утра. А, папаверина есть ножпа? Ну, хрен знает, но это же не то, что прям совсем ножпа. Ну, мне что-то пить ножпу никто не говорил, вот свечи и все. В марафоне вылечим за 2-3 дня вашу голову и шею. Я про это в марафоне сделаю отдельный эфир. Если в марафоне, то, ну, короче, если не в марафоне, заподписываемся. А потери близких, как отпустить, как пережить? Потому что это очень тяжело, я уже утром вам дала понять, что сама этот момент не отпустила. Но я не живу каждый день в трагедии, я просто утром меня нахлонула, потому что мне надо было сделать видеоролик, чтобы поддержать с ее клипом «Мама», который выйдет в марте. Ну, вообще, с темой «Мама». Я не могла это спокойно сделать, я не могла. Так вроде я не сейчас говорю, а когда один на один уходишь в свои мысли, уходишь в себя, а оно всплывает, и все. У меня, ну, жарко мне, ну, я раздеться не могу в эфире. Мама нах, посылает, как бы, я же говорю, у меня будет прям про маму отдельный эфир с переработкой этого момента, как отпустить обиды и поговорить, как с мамой. Там очень непрост, как вам сказать, там очень непростой инструмент, чтобы это все переработать. Выкинь потом, хорошо, солнышко, когда договоришь с девочками. Хорошо, говорит, выкинь, когда ты с девочками договоришь. Так, маленький, мы цветочек, я не могу с нее. Как марафонить? Девчат, ну, ей Богу, а. Марафон начинается 4 февраля. Каждый день, утром, на щеки надают кардиосиловую, вечером йогу, растяжку я. На второй неделе я уже добавляю кардиосиловую вместе с растяжкой йогой. В записи целые сутки марафонские эфиры сохраняются. Все тренировки, все эфиры по психологии, все сохраняется сутки. То есть как? Ну, без проблем. Любое время, когда вам будет удобно, заходишь, запись включилась, смотришь, что ты не рушишься. А почему вы должны себя простить? Вы убили свою маму? Извините за такой вопрос. Если убили, то никак. Если умерла, то... Я знаю, что многие берут на себя чувство вины, что они ничем не помогли, они ничего не сделали, еще что-то. Но это отдельная история. Это нужно... Это целая терапия. Что вас к этому привело? Почему у вас чувство вины появилось? Что произошло? Кто вас к этому чувство вины подвел? Это же все не просто так. Мне 14, мамы нет полгода. Напишите мне в директ. ArmRush100. Инфу прикрепить про марафон. Сейчас прикреплю. Что-то я выбежала в эфир, вся спонталыгия, даже забыла, что я могу это сделать, если честно. Вот тебе курица. Шея. Шея, воротниковая зона. Шея это зона контроля. Все, что касается шеи. Боль в шее, еще что-то. Это зона контроля. Немножечко отключите контроль. Вы же наверняка привыкли жить в этом контроле. Руки леденеют, шея болит. Почему я грустно? Да я это немножко подуставшая. Я же говорю, у меня день рано начинается, поздно заканчивается. После родов у меня где-то месяца через два. При этом я кормила. А, вот, зона контроля. Если вы так и будете все держать под контролем и себя, и всех окружающих, и все время жить в мыслях, контролируя себя везде, каждую часть своего тела и все, что вас окружает, подключая психосоматику и фобии, страхи, то у вас будет шея болит, разумеется. Геморрой зона чего? Ну, знаешь, что у вас месячные идут или должны быть завтра, послезавтра. Прикол, да? Представляешь, если я сейчас тебе сказала то, что есть. Ой! Зона блуда, солнышко, зона блуда. Стопы ледяные. А что у вас в поясничном отделе? Ноги ледяные, если. Ну, надо знать, что у вас со спиной. Привет, бурятия. Конечно. Нет, остеохондроз, контроль и надо еще знать, когда у вас он начался, что у вас происходило. За два года собрать анамнез на вас, что у вас было. Почему? Ведь спина это вообще очень четкий, как его называют, господи. Ну, я бы так сказала, по спине можно многое сказать. Так у меня сейчас уже эфир все равно закончится. Алкоголизм у женщин излечим, излечим. Колени, ноги. Загрузили в своей жизни очень много на себя. Я вам так скажу, если только ноги, только колени болят, больше никакие суставы, только колени, то сбросьте лишний груз с себя по жизни, которую вы несете. На себя взгрузили всех, сестру двоюродную, брата троюродного, брата мужа, подругу мамы, всех на себе тащите, всех хотите вытащить в этой жизни, всем помочь. Все живем в одной квартире, сели на вас, ножки свесили, а вы все тащите, как лошадь ломовая. И при этом дети еще на вас, а с мужем уже развелись, и он ничего вам не помогает. Тянете, как лошадь, тянете, как лошадь на себе. Что это? Вам уже колени сказали, лапуся, скинь лишний груз. А ты не, блядь, упрямая, я же сильная женщина, я же все могу. И потащила все на себе. Убирайте все лишнее со своей жизни. Есть у вас самые близкие. Дети, дочь, сын, муж, если не в разводе, если в разводе, прям пендаль отдала и послала куда подальше. И свою кровь туда же, вместе с ним. все концы надо обрубать. Обязательно, как сказать, завершайте отношения. Не нужно их держать на каком-то непонятном поводке. Про кашель я уже говорила. Нос, кашель, простуда. Если болят все суставы, у кого там кисти, локти, колени, голеностопы, ну, вы поборитесь со своим характером говеным. Потому что более упертых людей еще поискать надо, чем вы. Правда, только у вас и только у вас. Все остальное недоразумение вообще по жизни. А правда, есть только у вас. Вы настолько упертые, что ваши суставы уже летят и говорят, хозяйка, ну, опомнись, ну, пожалуйста, ну, хоть где-нибудь согласись с кем-нибудь. Что ж такого прямо, как скотина. то есть наше тело обо всем говорит. Это называется ТОП. Телесно-ориентированная терапия. В общем, психология, тело как психология. Правое плечо ниже, чем левое. Что у вас с мужчинами? Оно ниже, потому что оно нормальное или наоборот? Какое плечо должно быть нормальным? Левое или правое? Я, вот к чему. Что делать, если муж наркоман? Зависимый, конечно, блин, наркоманов, бывших не бывает, девчат. Вы знаете, у всех разные истории, почему они пришли к наркомане, и для этого нужно отдельно собирать анамнез на каждого наркомана, на вашу семью. Я не игнорирую, не успеваю читать, я же разговариваю. Да, солнышко, спокойной ночью, укладывайте пупсика своего. Шум в ушах. Одна из причин. Проверьте среднее ухо. Вторая причина сосуды. Что с вашими сосудами? Может быть, у вас есть травмы или какие-то изменения в шейном отделе, грыжи, протрузии. Есть ли у вас колеоз? Если все эти, что я перечислила, показатели есть в позвоночнике, то это прямая причина, почему может быть шум в голове. Чаще всего это сосуды. Или среднее ухо, или сосуды. Левое плечо. Что у вас с мамой? Что у вас с женщинами вообще? О, видите, а то говорят, плохое у меня настроение. Отличное у меня настроение. Потливость тоже. Сейчас. Поджелудочно. В бокс играет постоянно. Все, проверила норм. В бокс играет или он занимается боксом? Ребенок или кто? Марафон. Фитнес-йога-марафон. Но там будет у нас еще за месяц много психологии и питания. Мама-вампир. Это нормально. Если она от вас не будет вампирить, она быстро загнется. Люди в возрасте, они энергодефицитные. Они действительно очень часто вампирят от детей. Ну, не жалейте энергии. Ну, подарите немножко маме энергии. Зальчати не заступает. Мне сегодня уже столько писем пришло о том, как девчонки у меня на марафонах беременеют. Я реально уже, боюсь, я говорю, девочки, что это за марафон какой-то волшебный? Мозги промыть надо, понимаете? Я уже сегодня одно ей написала. Спайки в трубах, забеременеть не может. Я говорю, продували там все дела. Она говорит, да, мы там все процедуры делали, терапию назначали, продували там еще что-то. Вот, там планируется сейчас, они собирают анализы, потому что опять спайки появились на новые процедуры. Я говорю, ну, вот когда деньги закончатся, тогда и забеременеешь. Говорю, ну, потому что все эти процедуры исключительно развод на деньги. А здесь моменты какие-то проработать. Какие у вас отношения с мужем? Какие отношения с вашими родителями? Все ли хотят вашу беременность? Нет ли в беременности плана, чтобы там какие-то пособия получить? В законе ли ваш брак, когда вы ребенка делаете? Нигде не гуляет ли сейчас ваш муж? Это может быть большой причиной. Простили ли вы своего отца, который ушел от вашей мамы? Причин много. Все разные. Проблемы у всех разные. Я говорю, мы все из одного теста, начинка у всех разная. Поэтому мне нужно отдельно эфир делать про то, почему мы не можем забеременеть. Сами себе блок ставим. Потом страхи к беременности тоже блокируют. Настолько страшно, что она уже себе блоков наставила и залететь не может. Или хоть в день по 100 литров в нее вливает сперматозоидов, не беременеть. Потому что вот тут блок стоит. Понимаете? Все, блок забеременеть. Потому что ребенок будет больной, потому что я не смогу родить. А потому что страшно родить, потому что больно родить, потому что я разжарею, потому что у меня там все растянется. И в общем, вот с этими вот кукушками надо работать, девочки. Я же говорю, у нас марафон, это не просто фитнес, там йога, потренировались, классно тело прятали, там еще психологические будут эфиры, и я их по-разному веду. Где-то у меня тепло через доброту, а где-то через пиздолгин, потому что по-другому никак. Прям режет, когда качает пресс. Были ли у вас травмы? Почему режет, живут, я просто понять не могу. Рожали, может не восстановились еще мышцы, такое тоже вполне возможно. Головные боли. Головные боли, вы слишком убежали в свою голову. Вернитесь в тело, заземлитесь, почувствуйте свои стопы, горячие стопы. Если не чувствуете свое тело и не чувствуете свои стопы, попрыгайте, поставьте ноги на пол, потрите их по полу, чтобы вообще почувствовать ноги свои. Все ли сейчас чувствуют свои ноги? Нет. Почему? Потому что вы, слушайте, вы здесь, в голове находитесь, не в теле. Во, вот здесь, в голове. Убегайте в тело, подчувствуйте свое тело, уберите все мысли чуть-чуть, рассейте их по телу. Вы же живете в теле, не только в голове. Просутулость, психосоматика. У нас осталось 5 минут эфира, я быстренько просутулость и побегу спать укладывать всех. Васька, так и есть, да. А вот сидят, мультик смотрят телек. Насчет сутулости. В основном, 99% проблем начинается с детства, когда вас мама родила и начала угнетать. Вашу самооценку понижать. Ой, не надо, не делай, я здесь сама. Ой, не надо, не получится. Ой, не нужно, ты это не умеешь делать. Я сама сейчас все сделаю. У вас откладывается в голове, что вы не умеете. У вас не получится. У вас уже самооценка. Вы ничего не умеете. Потом начинается. Ой, что-то как-то у моей Анечки как-то полненькая как-то Анечка. Ой, Анечка толстенькая, Анечке нельзя конфетки, Анне будет худеть. Но Аня самооценка опять падает. Аня закрывается. Аня становится закрытым человеком. У нее самооценка ниже плинтуса, она прижатая. Она пошла учиться в школу, ей там еще добавили, занизили еще самооценку. Учитель говорит, ай, ну что ж ты такая глупая, два тебе садись. Потом дети добавляют, ой, прыщики, хи-хи, ха-ха. Аня опять самооценка. Представляете, сколько вот у ребенка с самого рождения начинается. Потом она заканчивает школу, идет в институт, там самооценка опять падает, падает. У нее немодные джинсы были, ее это травмировало. Потом она идет на работу, боится, что ее не оценят, что у нее нет нужных знаний, что ее выгонят. У нее опять ниже плинтуса. И вот вы представляете, что с человеком происходит? Вот, она вся закрытая, вся в комплексах. И вот человека нужно просто раскрыть, вернуть ей ее уверенность. Тетя, звоню, ой, сестра. Ирка, прости, я забыла. А вы говорите, что делать, если памяти нет? Я вам не могу на этот вопрос ответить. Вы у меня самой, видите, с памятью вообще беда. По образованию? Девчат, если вы спрашиваете, откуда я это знаю, то все мои подписчики знают, что в марте получаю диплом психолога. Спасибо, солнышки. У нас эфир подходит к концу, к сожалению. Вот поэтому, да, мне было приятно быть вам полезной хоть чем-то. А то вначале ворвалась сразу, наехала на всех. Что вы меня тут вовшенька обижать будете? Вовшенька не обижать никому, блогеров не обижать. Фу, ну отпустила. Хоть спать спокойно буду. Вы уж меня извините, я погорячилась. Но не могу, когда что-то касается моей чести неприятно. Можно все сказать. Ты слишком пошлая, грубая, лысая, страшная, еще что-нибудь. Вот, ну когда дело чести, я, блин, тут уже за себя... Всегда поборюсь за случись. Вам спасибо, что были со мной в эфире. Про потливость напишу потом. Отдельная история. И ноги, и подмышки. Ну, во-первых, это нормально с терморегуляцией. А есть прям очень потливый. Там уже отдельная история. Камни в желчном. Да, в желчном тоже. Камни в почках в желчном тоже. Об этом буду говорить. Все, солнышки, вам спокойной ночи. Я просто сейчас не уложусь в одну минуту в ответ. Поэтому я не поднимаю уже больше никаких вопросов. Потому что времени мало. Психосоматика. Смотря что у вас. Где работать, что прорабатывать. Солнышки. Я же говорю, это огромная сфера деятельности, психология. Вдоль и поперек можно каждого. Да, вам сладких снов. Не болейте. Чем больше здоровых людей, тем лучше. Да, приеду. Я вообще хочу, конечно, попутешествовать. Ереван очень хочу, если честно. Все, звоню сестре, да. А то сестра мне уже в прямом эфире. Может, ты сестре позвонишь. Сестра, звоню, честное слово. Все. Я вас люблю, целую. Не обижайтесь на меня. Звони, держите. За мой фонтан эмоций. Спокойной ночи. Слушай, ты сказал такой честный. Объясни только что механического. Да.